Здравия, соратники! Вот в 11.11 начал я запись сегодня, 12.01. В общем, сплошные 11. 2023, соответственно, по итогам можно посчитать везде однёрки. Итого, наверное, 6, но неважно. Итак, Weekend выдал очередную базу, в связи с чем я... С чем? Просто необходимым записать этот ролик. Все ли поудобнее? Наверное, это будет долго, но оно того стоит. Группа Weekend, многие говорили, что они наконец-таки замолчали, или не наконец-таки, чего-то странно. Но это было молчание затаившегося такого перед прыжком зверя. Символизм будет их падением, не раз говорил. Вот тут просто все. Очевидно, мурашки. Но они выдали интересную вещь. Сначала они спели песенку по поводу аватара. И здесь я долго не мог понять, при чем здесь уикенд-то? Вроде бы уикенд далек от аватаров. Но им, я полагаю, очень важно было просто показать... Показать одну очевидную вещь. То, что аватар — это документалка. Очередная обычная документалка. Как и, допустим, Обливиан. Где показано разрушение Земли, вторжение. Как и Грань будущего. Как и многие другие фильмы с Томом Крузом. И не обязательно, как День независимости. Где показаны именно лазеры, которые полосовали Землю. И взрывы. И так далее, и тому подобное. Аватар — такая же документалка. Которая показывает разрушение той экосистемы, которая была. Внедрение захватчиков на планетку новую. Попытка их жить в телах. Они просто умолчали, что их сознание живут в аватарах. И очень хорошо маскируются. И их сознание имеет раевую структуру. То есть связано еще с кое-чем. Но я все это рассказываю на канале Цельнозор. Ну и во второй части они тоже выдали базу. Касательно не только человека, который когда-то знает, был с ними некоторое время. Потом пути разошлись. Они просто не все рассказали. Они показали, что этот человек потом немножко ушел от борьбы. Партизанил, партизанил. И постарался самоустраниться. Но его настигли. Так что просто пожить не получилось. Там они показали еще про адренохром. Интересную вещь. Показали, где его больше всего. А больше всего его в шишковидной железе. Но там они показали, что это якобы в каких-то водных таких животных. Ну раздышат, значит животные. Ну и, соответственно, кровавленная шишковидная железа напоминает иногда розочку. Поэтому во многих, в очень многих клипах есть такой символ розы. И из этого символа розы иногда даже напрямую капает какая-то жидкость оживляющая в некоторых клипах. А в некоторых клипах там переливание крови идет из розы. Ну и об этом, наверное, сделаю разбор чуть позже. Одного из таких клипов. Роза очень интересный символ. И на мой взгляд, я предполагаю, что это символ именно паразитизма. И того вещества на букву А не буду произносить. Все-таки надеюсь, что этот разбор будет все-таки на Ютубе, чтобы страйк никто не схватил. Но все понимают, что за красную жидкость я имею в виду. Красная жидкость на слуху. И когда людей, либо животных, например, кроликов мучают, а символ начала того, кто начинает этот нехороший путь на темную сторону силы, получает силу неестественным образом, не в гармонии с природой, это кролик. Кролик тоже, когда его мучают, такие же вещества. Ну, любое животное, но... И у кролика тоже есть шишковидная железа. Так вот, окровавленная шишковидная железа очень напоминает розочку. Так говорят, так говорят некоторые источники, инсайдеры, скажем так. Это всего лишь мое предположение. Так вот, смотрим фильм «Аватар», там много чего документального на самом деле есть о нашем прошлом, о нашем настоящем, того, что происходит. Ну, а сейчас выдал базу «Weekend». Смотрим, стоит разобрать этот клип, потому что я вижу там очень много совпадений с тем, что происходит сейчас. Тоже на заднем плане руна интересная. Каждый пусть разбирает, сам понимает. Попробую субтитры поставить русский сейчас на русский язык. Ну, а чуть позже мы перейдем к... Я сделаю разборы того, что происходит, и итоги года. Рекомендую посмотреть. Итак, по традиции уже находим клип «Weekend», смотрим самостоятельно. Вот сейчас мой разбор нажимаем на паузу, смотрим самостоятельно, немножко думаем, потому что так лучше всего будет. Подмечаем детали, например, почему здесь 4.14, то есть в итоге 9, кто кого победил, почему синий свет, кто кого куда привел и так далее. И, посмотрев, уже возвращаемся к моему разбору. Итак, для тех, кто посмотрел клип самостоятельно, мы начинаем наш полет, разбег, разбор клипа. Итак, поехали. Какой-то парень в очках темных, его ведет какая-то мадама, полагая, в какой-то номер. Очень точно, да? Все выразил. Конкретика прям. Тем не менее, так и есть. Образно показано, что женщина завлекла мужика в номер. Что бы дальше? Прям интрига. Музыка где-то а-ля 70-е. И стиль такой же клипа. Это всего лишь мои предположения. Домыслы, что речь идет о том, что происходило в прошлом. Источника света уже нет, он приглушенный. Она его садит, но источника света еще нет. Она как бы обещает, завлекает. Она зачем-то одевает маску. Ну, тут классика. Проем света, который ассоциируется у некоторых обществ именно с истинным светом, с пространством, с зарядным светом. И там она. Вот так вот она всегда выходит. Но сейчас что-то пошло не так. Пустая емкость, маленькая, небольшая ванна, а маленькая. Там уже нет света. То есть ощущение, что кого-то накололи. Ну, я немножко забегаю вперед. У него два глаза, как у людей уже сразу. То есть нет того момента, когда ему открывается истинный свет. Аналогии с неким посвящением. То есть заводят во тьму, а потом открывается свет. А тут момента открытия света нет. Параллели с неким посвящением тут искажена, мягко говоря. Показывает, что все уже не так. Смотрим дальше. Дальше будет интереснее. Все, синий цвет, синяя гамма. Он снова зачем-то одевает темные очки. То есть был маленький проблеск цвета. И все. Дальше уже кто-то ему одел очки, либо он уже не важно. Но важно, что снова видение закрылось. Ну, тут главное не то, что он говорит, а то какие образы идут, что он транслирует. С самого начала что-то она скрывала, мамочка их. Это джинский образ, который вот в этом роевом сознании тайных обществ, скажем так, рулит всем это роевое сознание. Что-то начинает до них доходить. Я знаю, как ты смотришь, и мы сражаемся. Мы сражаемся, а толк за их ли идеалы, их ли цели они сражаются. Но об этом тоже, наверное, сделаю отдельный ролик. Это к концу января. Врал, не врел, лёг. Лайн, не лайн бежал, а врал. Да, и ему врали, и он врал. Просто вот в открытую все показывают, что это какие-то тайные сообщества вранья. Врунов таких вот. Где ни слова правды никто не может показать и найти. Ни слова буквально. Потому что в роеве нет понятия правды либо лжи. Есть понятие информации. Обмен информацией. Не более. Один глазик, но в маске. И он пустой. Вот тот образ, который на каждого посвященного одевается. А теперь уже и глазик пустой. Это пустые маски. Это уже не люди, не личности. Это муравьи безликие с одним глазом. И глазик уже пустой. Ни хрена они уже не видят. Кто-то выковал глазик. Если ты делаешь больно ему и мне... А вообще песня... Кто-то есть ли ещё? Предполагаю, что есть. Но он только начинает задавать этот вопрос. И вот. Линии. Градация. Глазик еле-еле виден. Он один есть, но он еле виден. Видения внутреннего уже нет, которое было раньше. Типа, если не с тобой, то и быть не хочу. Ты не будешь, и Рой схлопывается. Вот. Вроде как подчёркивается один глаз, но... Нет его, он закрыт, либо он в темноте. И весь этот ролик о том, что нет видения. Что на самом деле происходит. Вот можно сколь угодно говорить о совпадении, о случайностях. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот он искусственный свет, и транслируют некие картинки. Уже не изображение, уже не видео, а уже фотки. Уже статика. Вспышки. Некие озарения, прозрения. Но там... То есть воспоминания. То есть трансляция в прошлое. У них иначе идёт время. И они просто вспоминают, что было раньше. Уже какие-то флешбеки. Уже есть свет. У него сзади он уже посвящён. На него уже напяли эту палку. Маску. И он уже говорит о том, что он стал видеть. Но потом подтверждает, что он перестал видеть. Странно. И не хочу быть узником того, чем я привык быть. То есть ему дали некую возможность посвящения. И всё. И он обязан этому следовать всю жизнь. Он как действительно узник. Той ролик. Той маскинг, который на него повесили. Но он говорит, что не хочет. Ибо уже то роевое, глобальное, что давлело над каждым из мурашеков, оно исчезло. Оно уходит. И они пытаются освободиться. Один глазик, но еле-еле видно. Надо же. Синий цвет. Синий-чёрный. Это смерть. Очень хорошо показан образ. Они работают образами и показывают. И он пытается посмотреть, где она там. В телескоп. Она где-то далеко. Он пытается разглядеть. И что-то не получается. Казалось бы. Она там соблазняет его. Стриптиз танцует. А он в телескоп смотрит. О телескопе ли? Речь в этом клипе. Явно не о начинающем вуайеристе, астрологе. Астрономе, пардон. Ну, вот так вот весь клип более-менее. Всё, у него нет видения. Он в темноте, в синем цвете и в чёрных очках. И полосы расширяются. Символизм — это их всё. Наши всё, что называется. Акцент на одном глазике. Но без этого никак. Фотики, фотки, фотки, глазики. Уже искусственные глазики. То есть, глазики фотокамеры. Уже неестественные. И уже диафрагма закрывается. Вспышка была два глазика. Ну, куда ж без этого? Без этой атрибутики. Чёрно-белый полос. Единство. Чёрного и белого. Они реально думают, что всё едино для них нет. Конца и начала. И прошлое и будущее тоже сливаются. В фильме «Прибытие» об этом очень хорошо. Рассказано и показано. «Переворот» показывает, что всё, ситуация меняется. Ну, вот на 3.12. Странно. На шестёрочке. Всё, он уходит. Даже его, как бы, личность. То есть, на ключевых моментах на шестёрочке, на девяточке вот интересные вещи показывают. Главное показывают. И он побежал вниз, потому что она исчезла. Нету глазика. Он мечется, начал метаться, искать. 3.24. Девяточка. Вот на девяточке кто-то победил их, и он теряет уровни. Он бежит вниз, он падает буквально. Побежал. 3.29. 3.1.1.9, можно сказать. Тоже интересно. Цифры здесь тоже важны. 1. 2.8.8.1. 1.2.8. Вот тут не знаю, что написано, либо цифры какие. Даже не хочу. Гадать, скорее всего, 101. А тут 1.2.8. Использовать, что это 1.2.8 все-таки. А это 8, это не 0. То это 11. И 8.1. Это девятка. 1.1.9. И еще 9. И тут 6. Как почему-то странным образом. Удивительно. 6.1.1. 1.1.9. Вот 6.1. С шестерочкой доминирующей переходит в девятку. То есть, их символ. И этому дан зеленый свет. Зеленый свет переходу шестерочки в... Для них это поражение. Для нас это победа. То есть, их шестерочка становится нашей победой. И это все на 3.3.3. Сейчас еще секунду это будет. Все. На девяточке следующий кадр. Он сам проход себе делает. Как бы освобождается. Тоже интересный символ. Тоже интересный символ. Ну, вот этот кадр был интересный. Просто великолепно обработан. Это стоит пересмотреть заново. Сначала зеленый свет. Потом лапка. Которая уходит. То есть, дается зеленый свет вот этому всему. просто прекрасно. На символенном уровне все открыто показано. И затем на победе он открывает себе путь. Сам. Сам пролазит. Сначала он был внизу. Казалось бы, зайди через... Нет, он пришлось залезть куда-то на пожарную лестницу левыми путями и проникнуть куда-то. на 3-3-6 он открыл себе путь. 4-5 вот 6 темнота. Тут все более чем понятно. Теперь он заново заходит в то же место где он был в начале. Вот они вдвоем зашли. И тут он один. То есть, она его кинула. Он ломанулся на улицу. Побегал, побегал. Получился переворот. Получилось поражение его. Он пытается войти заново в те же самые ворота. Удивительно. Тут уже красный свет. Казалось бы, красно-черный это их символ сатанистов. Всяких иллюминатов и прочего. Но тут имеется другое значение у этого всего. Оглядывается он уже в маске все еще. В той маске, которую она ему одела. При некоем посвящении в далеком прошлом. Вот он уже один там же, где когда-то была она. Она его завела и, грубо говоря, кинула. Все открыто, все понятно. И там уже нет этого кресла. Там, где был источник света, там лишь телескоп. И там, где было кресло, уши, кушетка. Это как для психоанализа. Разбирайся, мол, вот тебе выбор. Либо копаться в собственном прошлом в себе, либо уйти иным образом из реальности. Либо в прошлое анализируй, либо в будущее смотри. Но в реальности тебя нет. Занимайся чем угодно, кроме того, что на самом деле интересно. Все, он смотрит. На 13 начал смотреть. А видения-то и нет. Даже это видение, даже с помощью технических средств видения нет. Закрывается ему все. Что на самом деле так и есть. Все. Он постарался вернуться в прошлое и никак. Видения нет. И тут хоть можно сколько годно спорить о совпадениях, для меня очевидно, что речь идет, что Рой показывает то, что есть сейчас. Вот что вижу, то пою. они не могут не показать то, что происходит. как в случае с аватаром, как в случае с аватаром, пусть немножко в виде некой фантастики, тут в виде некого клипа, но они на некотором символном уровне показывают то, что есть. А язык образов, язык цифр, символов, это универсальный язык общения. Условно, встречаются два иностранца, люди с разных стран, они не владеют языком друг друга, но они могут показать, общаться образами. Язык образов, знаков и символов единственный универсальный язык, на котором происходит общение. Цифры тоже образы на некотором уровне. поэтому Рой на некотором универсальном языке показывает, а дальше уже общаются они с нами таким образом. И в то же время вкладывают программы в свои намерения. будет так? Как ты с этим? Согласен? Нет, если согласен, на тонком плане поет пересчет, все будет так именно. Если мы принимаем этот вариант, будет один сценарий развития событий, не принимаем, что-то делаем против, будет другой. Вот, я показываю на канале Цельнозор, как с нами общается наш враг. Как ни странно, это враг. Не могут дружить условно волк и условный ягненок. Интересный канал Роб Экстон, он делает компьютерные версии разных клипов эти перри. И тут то же самое, можно, они недавно вышли, две недели назад. У него, казалось бы, всего 200 подписчиков, но просмотров довольно много. Обычно бывает наоборот, что тоже о многом говорили, что люди просто интересуются этими клипами, кто-то их форсит, продвигает. А здесь действует то же самое. Смотрим. Глазиков нет, цвет от нее уходит и так далее. Искусственный свет самоподсвечивает, самоубийством пытается заняться и так далее. И так далее. Переанимировать ее пытаются. вампирить она пытается, ничего не получается. Очень хорошо на компьютере сделали, графика замечательная, ну, понятно, что она ущербная в некотором плане, но тут схематично показывают то, что происходит. то есть они как бы новый клип на старой песне делают. И тут то же самое. Тут, я думаю, тоже можно этому доверять, этому посылу, который они хотят сделать уже на другом уровне, на квантовом уровне. Компьютерная графика полностью на уровне цифры, они тоже показывают, что происходит. И показывают, что на уровне цифры происходит то же самое, что и в реальности. это уже было. Выкинул ее куда-то. Кто она, где она? Опять немножко другое. Вот то же самое. Адель, я пью вино. Вино или иную красную жидкость она пьет, мол, как со стороны за другими наблюдает парой. Тоже интересно. Трупик. Могли что угодно нарисовать. Нет. Показали. Трупик. Я просто это как некую иллюстрацию того, что сейчас происходит. Тоже недавно выложил. Относительно. большой выбор, но она ничего не берет. На небесах типа она же ее образ, но тут интересно. Ничего и не достается. Новый порций нет. Новых порций нет. Ничего не налил. Ничего. И тут то же самое. Классика ванна. Красная жидкость. Но ванна пустая как бы. Пусто. Все танцуют, а она нет. У нее нет пары. Кинули ее. Все. Выпила остатки и ванна пустая. Нет. Отказываюсь. Ну и так далее. Бутылка пустая. Все. Вот. И то же самое Леди Гага. Пациент на одном глазике. Тоже стоит посмотреть самостоятельно, продумать все. Какие замечательные мурашки на втором плане. кратко весь ее путь. И что с ним происходит сейчас? Замечательный ролик. Но самое интересное. Вот можно как бы долго спорить о совпадениях, но вот после такого Army of Lovers на официальном канале его нет, но это песня Army of Lovers. Называется «Привези мою урну», то есть прах с урны на Украину. Все больше знают, допустим, вот эту песню Army of Lovers. Тоже перевод интересный. И вот это тоже, ну, стоит разобрать отдельно. Тоже символизма. До хрена! Опять ванна, опять черный кот, опять пол определенный, розочка в этом самом месте. Классика. Полно символов. Но как-нибудь в другой раз, потому что сейчас мне более интересно. Вот клипа нет, но слова интересны. Некие невесты идут, и что с ними потом будет. Ну вот самое интересное, попробуем послушать. Перевод. Clash of Titans. Ну, Clash of Titans, это имеется в виду Clash столкновения, не взрыв, не explosion, а столкнулись с титаной на пересечении рек. Подозреваю, что Днепр. Смерть иконы. Это невообразимая пала икона. Да, потерянный век. Под знаменем, с которым мы идем, подождем свой прах в Украину, мы будто несем. Совпадение. Пока движется поезд, на три бальзама, на совесть, да и выпить мне землю, я пью я мертв. Главное, что водрузите флаг на русской земле. Целуйте родную землю в мертвой петле. Смертельный. Да, там есть некая петля, да, Украина, Малороссия, это русская земля, на мой взгляд. Мы медленно, не то что движемся, прогресс, прогрессируем через Беларусь. Да, поляки вступятся, белорусы вступятся. Это один из наиболее вероятных сценариев, хотя его пытаются оттянуть. Он неизбежен, скажем так. Утро наступление севера. Я думал, что это будет под Новый год, надеялся. Сейчас это оттянуто на февраль, но это неизбежно. Сколько не оттягивай, это как, не знаю, хвост скупировать по частям. Лучше сразу. Так вот, мы медленно прогрессируем через Беларусь, с помощью Беларуси будет прогресс, во время, когда каннибалы готовят славянский мус. Может ли этот текст быть совпадением, либо это очередной случай прогнозного программирования, предэктив программин. Космонавт с космодрома Байконур шлет привет и графиня Делакур. Вот я не знаю, чем именита графиня Делакур, но тут Хейл Контесса, да здравствует Контесса, и Хейл, да здравствует Делакур. Что такое Делакур, пусть специалисты по-французскому пояснят, не могу сказать, но, наверное, чем-то нехорошим известна эта фраза Делакур. Посварит, светя, как приманка для зверя, себя я сжигаю, так надо, я верю, да, я кремирую, я делегирую, если точно быть, то я делегейт, не то, что я верю. Ну, тут снова повтор, и да, Украина стала сакральной жертвой, и смерть Украины привела к тому, что живут на грани, ну, марджин, это может быть еще и, не уверен, как правильно пишется, наверное, грань, но тут не кон, не верч, граница, марджин, еще это прибыль может быть, если это правильно пишется, нет воды и нет хлеба, да, к этому и придет Украина, нет электричества, сейчас генштаб милостиво позволяет иметь минимум электроистабжения, чтобы люди просто не замерзли в домах, хотя можно накрыть все подстанции, но сейчас им позволили иметь минимально, по некой договоренности, предполагаю, потому что полностью оставлять без света, ну, очень нечеловечно, но все-таки реально не они, не фашисты, ну ладно, посмотри на себя сквозь хрустальный шар, да, посмотри на себя через некий прибор для видения, как со стороны, Чернобыль поднялся, не был, а райс, поднимается, Чернобыль падет, то есть захватили, отдали Чернобыль, нарежь церкви мелко, кружками, как окунь, да, что сейчас УПЦ происходит, понятно, искусство для продажи, искусство, в мире искусство, все переворачивается, свинка, тут не совсем точно перевод, мне кажется, да, вот апеллицаря в ароматах когда-то сделан омлет, то есть то, что было ценным разрушается. Тут припев и далее тоже интересно, зажатый в тиски меж рабочих столов, не знаю, бюро Десктон, стол в бюро каком-то, что называют бюро, тоже можно много как понять, но главное, форвард, вперед, архитектор сталинизма, не сталинист-архитектор, не приверженец Сталину, форвард, вперед, то есть двигай вперед архитектуру, архитектор, архитектор это тот, кто проект делает, чертежи, всего сталинского, вперед, проектировать сталинское как бы снова, если бы речь шла о том сталинском, всем, что было в 30-х, условно, в 40-х, то речь бы не шла о проектировании, проектировании того уже, ну, глупо проектировать то, что уже построено было. они именно говорят, что вперед пора проектировать все сталинское как бы заново. Есть о чем подумать. Может ли это быть все совпадением? Клип не сняли, да, это печально. Клип был бы намного очевиднее. Посмотрим. Ну и тут повтор. Кто-то верит после всего этого совпадения? И эта песня была известна, но почему-то вот клип не снят. Удивительно. Прах Украины. Да, будет куда-то передвинуто, это точно. Ну и кто хочет, посмотрите вот этот вот клип. Даже вот этот вот 3.21, то есть 3.36. И тут 3, и тут 35 случайность, 3.36. Глазик, вот тут символизма особенно много. Ну вот и верь после этого совпадения. Если кто-то верит в совпадение, пишите в комментарии, почему вы все еще верите в совпадение. Ну и добра все только начинается. Счастливо. что поверхиää. Frankly тем что Erde